Субтитры делал DimaTorzok Принять силу Феникса Этот факт заставил Росомаху и Мстителей сражаться против мутантов с утопией Многие опасались, что прибытие Феникса знаменует катастрофу Циклоп считал, что это знаменует возрождение его народа Мстители разбили силу Феникса, которая по ошибке вселилась в Циклопа, Эмму Фрост, Колосса, Магику и Немора Вскоре эта сила испортила пятерку, когда они начали переделывать мир по своему желанию В итоге Феникс остался лишь у Циклопа, даровав последнему контроль над всей своей бесконечной силой Профессор Ксавьер был убит Циклопом, когда тот пытался остановить своего бывшего ученика Когда объединенными силами Мстители и Люди Икс избавили Циклопа от Феникса Хоуп исполнила свою судьбу, ставь единой с космической сущностью Она с Салой Ведьмой распределила его силу по всему миру, заставив появиться новое поколение мутантов Люди и мутанты были спасены, но не без огромных последствий Циклоп был заключен под стражу, многие оказались бегать И целые нации лежат в руинах Ну что ж, начнем Эпилог, последствия, часть первая В Ваканде во главе с ее лидером Черной Пантерой объявили всех мутантов вне закона Посему, когда Росомаха хотел помочь в восстановлении всей Ваканды вместе со своими студентами То его самолет был обстрелен с земли Шторм поспешил ему сообщить, что мало того, что мутанты вне закона Объявлена открытая война с Атлантидой после того, как Немер снес половину Ваканды Так еще и она сама, то есть Шторм, бывшая супруга Черной Пантеры, а следовательно первая леди Вообще объявлена преступником Циклопа Скотта Саммерса посадили в тюрьму Самую обычную частную тюрьму При этом на голову надели шлем из рубинового кварца Материал, который не пропускает его лучи И надели на шею специальный ошейник, который был создан специально против мутантов для обычных тюрьм Суть ошейника в том, что он может быть активирован как мануально, так и автоматически Когда мутант задействует свои суперсилы, то есть Ген-Х При срабатывании ошейник вызывает у своего носителя эпилептический шок Все это несет прямую выгоду Если тюрьма и ошейник смогут удержать циклопов заперти То всех преступных мутантов, а количество мутантов сейчас резко выросло Следовательно и процент преступлений их возрастет пропорционально То таких преступников можно будет поместить в обычные частные тюрьмы с использованием данного ошейника То есть сумасшедшая прибыль как самим тюрьмам, так и корпорации, которая создала данный ошейник Также надо заметить, что директор тюрьмы акцентировал внимание на том, что это не специфическая тюрьма А самая простая И циклоп не первый заключенный в корпусе мутантов, а второй Он подчеркнул, что Скотт не заключенный номер один И вообще не особенный, а лишь просто очередной преступник Хобб же предложили вступить в ряды мстителей Или же пойти в школу имени Джины Грей, где Росомаха директор Однако она отказалась от всего этого и захотела попробовать быть нормальной Ибо всю свою жизнь ее готовили к пришествию Феникса И вот теперь, когда это произошло, цели в ее жизни формально нету И она хочет найти себя в этом новом перерожденном мире Сами же Мстители ищут бывших Фениксов и тех, кто им помогал Однако пока безрезультатно Капитан Америка упросил Логана навести циклопа в тюрьме И попробовать узнать, где же бывшие Фениксы Ибо если их не найдут, то все может обернуться очень и очень паршиво Так как появляются те, кто считают, что циклоп, будучи темным Фениксом, был прав И то там, то тут вспыхивают беспорядки среди новых мутантов Все это может привести к возобновлению программы Стражей Со Стражами вы можете быть знакомы по фильму Люди Икс Дни минувшего будущего Часть 2 Вся вторая часть концентрирована вокруг циклопа в тюрьме Росомаху все-таки уговорили его навестить Логан попытался достучаться до здравого смысла в голове Скотта Но все тщетно Циклоп сломлен и опустошен Он убил того, кого мог назвать отцом, Чарльза Ксавьера И он не совсем жалеет о Садейном, утверждая, что он не контролировал себя Но понимает, что именно в тот момент он сделал то, что должен был И при этом говорит, что именно сам Росомаха научил его этому Делать то, что нужно Таким образом, циклоп пытался спровоцировать Логана, чтобы тот убил его А именно, в добавлении ко всему, сказал, что теперь, когда он побывал в шкуре Феникса, он может понять Джину, как никогда, чего не суждено Логану Все это срабатывает и Логан чуть было не обнажил когти, когда его осенило, что циклоп его провоцирует И тогда Саммерс рассказал свои соображения Он верит, что он делал благое дело Он пытался спасти род мутантов В то время, когда Росомаха чуть было не убил Хоу в самом начале противостояния И если бы это у него получилось И Хоу бы не стало То Феникс бы не пришел И новые мутанты бы не появились И весь род мутантов все так же находился бы на грани полного вымирания Также он верит, что наступит тот день, когда ученики в школе Росомахи будут ходить в майках с портретом Саммерса и надписью «Циклоп был прав» Ради всего этого ему лишь осталось умереть в тюрьме и стать мучеником Ведь он в самой обычной тюрьме И здесь его не защитят от ненависти остальных заключенных Логан попытался обосновать, что если всех виновных, а именно Магнету, Магику, Колоса, Немора и Опасную Не привлекут к ответственности То это спровоцирует новую волну ненависти к мутантам Ведь виновные в почти что наступившем конце света все еще на свободе И именно тогда стражи могут прийти за тем самым подростком с портретом «Циклопа» на майке Вторая часть кончается как раз на том моменте, когда один из заключенных идет на «Циклопа» с ножом А сам Саммерс встречает его с открытой грудью и словом «мученик» Часть третья Вопреки ожиданиям «Циклоп» не принимает смерть, а дает мощный отпор нападавшим Также Скотт сдружился с первым мутантом этой тюрьмы Некогда обычным заключенным, который получил способности мутанта после взрыва Феникса Он благодарит в этом «Циклопа», ведь раньше он был никем, простым вором, а теперь у него есть дар В это время Китти Прайд, с ней вы можете быть знакомы по фильмам Люди Икс, также она бывшая девушка Колоса Кстати, я упоминал об этом в биографическом видео самого Колоса Так вот, Китти Прайд пытается узнать что-то у Эммы Фрост, которая содержится в высокотехнологичной тюрьме Щита Однако, как и следовало ожидать, Эмма ничего не сказала Она лишь считает себя униженной, ибо первый раз за всю жизнь оказалась под стражей В тюремном комбинезоне и без каблуков Логан на базе Щита докладывает Капитану Америки и Марии Хиллс о визите к Циклопу Также Рассамаха считает, что Циклоп говорит меньше, чем знает И он ведет какую-то свою игру Все это усложняется тем, что нельзя просто взять и прочитать его мысли Ибо единственный телепат, которому доверял Щит, сейчас убит И, естественно, они имеют в виду профессора Чарльза Ксавьера Шторм в школе мутантов является сама Элиана, она же Магика Она передала Шторм письмо, добавив, что это поможет ей найти колосса И таким же магическим способом растворилась в портале Хоп же пытается приспособиться к новой обычной жизни Однако на уроках, когда ей скучно, она мысленно перебирает все известное ей огнестрельное оружие В порядке возрастания убийственной силы Но при этом она пытается сделать все, чтобы вести себя нормально Возвращаясь к Циклопу Он взял чуть-чуть металлической стружки из комнаты труда в тюрьме И написал ею причудливую руну на полу в своей камере Вскоре руна начала сама двигаться и стружки сложила слово «Привет» Таким образом он с кем-то мог общаться Ему предложили вытащить его из тюрьмы Однако он отказался, мотивируя это тем, что сейчас он политически заключенный Если же он сбежит, то станет просто преступником Саммерс упорно идет к выстраиванию культа самого себя Делая из себя мученика и работает на публику Дабы появилось движение его последователей Часть четвертая Тони Старк пришел навести Циклопа И взять с него разрешение, чтобы взять у него же, у Циклопа анализы Пока не прошло много времени с тех пор, как он был темным Фениксом Старк не может успокоиться, пока не поймет всю природу Феникса Которая так и осталась для него загадкой Циклоп поначалу отказал, ибо Старк сражался на другой стороне Однако Тони парировал тем, что он знал, чем закончатся бой Хоуп, Алой Ведьмы и Циклопа Он знал, что Феникс распадется и раса мутантов вновь появится на Земле После этого признания Циклоп дал добро на проведение любых процедур с собой Хоуп же продолжила поиски своего отца, который пропал после падения Утопии Часть Утопии рухнула в воду, как только лишилась поддержки Феникса А водная гладь под территорией Утопии принадлежит Атлантиде и ее королю Немору Надо ли говорить, что именно его Хоуп и встретила в подводной пучине? Немор дал добро Хоуп на осмотр руин Утопии на предмет следов Кейбла Однако без изговора о случившемся не обошлось Хоуп высказала все, что думала о действиях короля Атлантиды Тот попробовал парировать, что была война и он поступил как следовало Имея в виду полномасштабную атаку на Ваканду и ее практически полное уничтожение Но Хоуп сказала, что есть грань между войной и военными преступлениями В завершении разговора Немор сказал, что в конечном итоге он остался недоволен тем, что произошло с Фениксом А именно, когда циклоп поджег океан, даже не думая о том, что там есть жизнь, причем разумная Немор и вся Атлантида оказались словно в духовке и без права выйти То есть Немор не сторонник циклопа в настоящее время Шторм же прочла записку, оставленную Ильяной и отправилась в Сибирь на встречу с Колоссом Петр отсиживался в пещере, он сказал, что все это время он думает о том, что было и о том, что будет дальше В настоящее время он хочет отойти от всех войн и вообще стать пацитистом Хочет, чтобы его просто оставили в покое Ведь Колосса ранили в самое сердце Его предала собственная сестра В рамках ивента Мстителей против Людей Икс выходило множество комиксов В том числе и Невероятные Люди Икс в том 2 Так вот, там описывались события противостояния Магике и Колосса Более детально я это описывал в биографическом видео самого Колосса Так вот, Петр, будучи поверженным, лишенным сил Феникса, лишенным сил Джиггернаута и преданной собственной сестрой Хочет просто покоя Однако, он попросил Шторм убить Магику, если та ее встретит Прямо на выходе из пещеры Шторм встретил Магнету, который также хотел навестить Колосса И предложить ему вступить в свои ряды Но увидев то, в каком он состоянии, решил даже не подходить Обменявшись парой фраз, Эрик сообщил Арору, что он все еще верит в высшую цель Всего происходящего и будущее для расы мутантов То есть Магнету остался сам собой Еще нам все-таки рассказывают, почему именно все это время Мстителям не удается поймать беглых фениксов И тех, кто с ними Дело все в том, что лидер организации Меч Меч это как щит, только они отвечают за всю внеземную активность Как люди в черном общем Так вот, лидер организации Меч, Эбигейл Брэнд, наполовину пришелец и наполовину человек Что по сути общеизвестно в рамках комикса Однако, никто не знает, что ее человеческая половина не совсем Homo sapiens, она мутант Следовательно, она симпатизирует движению Магнету и тому, что делал Циклоп до того, как стал темным фениксом и чуть не уничтожил всю планету Банально потому, что она хочет будущего для своего рода мутантов Чтобы они продолжили существовать Она запустила вирус в сеть щита, который сообщает Магнету о всех движениях Мстителей касательно него То есть Магнету знает о том, что выслали группу захвата за ним, как только был отдан приказ Далее мы переносимся вновь в тюрьму к Циклопу, который продолжает сближаться с тем мутантом, который обрел свои силы из-за взрывов феникса Он даже сделал себе татуировку символикой людей Х Ибо мечтает стать членом команды Циклопа, как только выйдет из тюрьмы Все бы ничего, но в момент, когда Циклопа ввели на процедуры Старка, заключенные вновь напали на этого мутанта Но в этот раз Саммерса не было рядом От полученных на живых ранений он скончался И тогда Циклоп задумался о том, что ему говорил Логан Смерть сокамерника мутанта была отправной точкой Циклоп вновь достал пакетик с металлической стружкой и написал слово «Сейчас» Сообщение было получено и Магнету со своей командой выдвинулся за Циклопом Часть пятая Магика опасная и Магнету организовывают побег из тюрьмы к Циклопу Посредством сил – ада Магика, как я уже говорил несколько раз, в своих прошлых видео превосходный демонолог Гигантские демонические руки из самой преисподней разнесли стены тюрьмы в клочья Циклоп удали его очки и он перед уходом решил навестить убийц своего товарища Того сокамерника мутанта Вопреки ожиданиям он не стал их убивать Он сделал хуже Циклоп отдал их магике А та, в свою очередь, отправила их в Лимбу измерения демонов И еще перед уходом Циклоп решил навестить того самого директора тюрьмы Он также не стал его убивать Циклоп решил просто разрушить его жизнь Уничтоженная тюрьма, массовый побег и побег самого Циклопа Обеспечит директору полный финансовый крах Но даже на этом Саммерс не остановился Еще он вырезал крест на все лицо директору тюрьмы Чтобы тот никогда не забыл, смотря в зеркало, как он пытался нажиться на горе мутанта Также Циклоп передал записку Логану, в которой пожелал всего хорошего ему и его школе Он верит, что Логан сможет быть хорошим наставником, таким, каким был профессор Ксавьер Ну а Циклоп позаботится о том, чтобы дети мутантов были в безопасности Делая то, что необходимо Таким образом, Росомаха и Циклоп поменялись ролями Ибо раньше все было наоборот Циклоп был хорошим, а Росомаха делал то, что надо было Комикс заканчивается на том, что Циклоп, Магика и Магнетто Втроем организовали нечто вроде Братства Мутантов Которое когда-то было под руководством Магнетто Только теперь у руля стоит Саммерс На этом, думаю, можно полностью заканчивать обзор ивента Мстителей против Людей Икс От себя хочу вам также порекомендовать ознакомиться с комиксом Противостояние Который также выходил в рамках Мстителей против Людей Икс И состоит из шести выпусков В Противостояниях описываются точечные битвы В основном по нескольку боев за один выпуск Один на один Например, Колосс против Существа Дар Дейвл против Псайлок Или Капитан Америка против Гамбита И так далее Надеюсь, вам понравился мой обзор этого масштабного ивента Буду признателен, если вы сможете поделиться своими соображениями Касательно всего этого противостояния в комментариях Либо же к этому видео Либо в моей группе ВКонтакте Где я создал тему в обсуждениях Также я хочу напомнить, что в моей группе ВКонтакте Есть тема, где вы можете задать любой интересующий вас вопрос Я буду отвечать на все, что несет здравый смысл И еще, я хотел бы спросить ваше мнение касательно подхода к видеокомиксам Какой формат вам нравится больше? То, как сделаны 12 частей Мстителей против людей Х То есть, когда я читал и озвучивал все Или же краткое сжатое описание всего происходящего в небольшом видео Как, например, этот эпилог Голосование я также открыл в своей группе Поэтому буду признателен, если сможете пройти по ссылочке в описании к этому видео и проголосовать В завершение я хочу поблагодарить всех тех, кто был со мной с первого выпуска до этого итогового Все это затянулось намного дольше, чем я изначально планировал Но я безумно благодарен всем тем, кто был со мной и остается со мной Без вас всего этого просто-напросто не было бы Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал И даже можете поставить лайк, от чего мне будет действительно приятно В ближайшее время, обещаю, будут видео еще Ну и на этом, думаю, можно заканчивать Благодарю вас за просмотр Умейте радоваться мелочам И не отказывайте себе в удовольствиях Всего доброго Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok